Трое мужчин провалились под свияжский лед. На месте работают спасатели городской поисково-спасательной службы. К счастью, в роли утопающих выступили профессиональные водолазы, а парни из службы спасения приехали не на вызов, а на плановые тактико-специальные учения. 25 спасателей и 5 единиц техники, чтобы вытянуть человека из ледяного плена, специалисты используют все доступные средства. Ну, как у нас сложилось уже из практики, мы отрабатываем различные способы спасения, начиная от применения подручных средств, это, допустим, любой коряжник, который есть, в принципе, на любом берегу, и заканчивая применением спецсредств, которые есть на нашем вооружении. Во время учения водолазы несколько раз ныряли в прорубь. В перерывах между их заплывами спасатели быстро готовили снаряжение. В реальной ситуации счет бы шел на секунды. Время проведения учения выбрано не случайно, ведь зимой людей так и тянет выйти на лед. Одни хотят порыбачить, другие покататься на коньках, а кто-то и просто желает сократить путь через свияжский мост. Декабрь выдался теплым, лед на водоемах тонкий и хрупкий. Городская служба спасения и управление МЧС по Ульяновской области хотят уберечь ульяновцев от фатальных ошибок. Толщина льда на Свияге составляет от 5 до 15 сантиметров. На всей реке есть промоины, в которые в любой момент можно провалиться. Ульяновские спасатели не рекомендуют выходить на лед на этой неделе. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова